В эфире телеканал РБК УФА, региональный выпуск новостей. В студии Максим Окунев. Здравствуйте. В Башкортостане создали рабочую группу по контролю за начислением платы ЖКХ. В ее состав вошли депутаты госсобрания, представители ведомств и мэрии УФА, а также ресурсных организаций. Как рассказали в региональном парламенте, необходимость создания специальной рабочей группы возникла из-за многочисленных жалоб населения. В начале года в надзорные органы республики поступило более 20 тысяч обращений о необоснованном перерасчете. Как объяснили в госкомитете, по жилищному и строительному надзору связано это с тем, что осенью Башкортостан перешел на новую систему платы за отопление. В январе управляющие и ресурсные компании провели корректировку счетов за прошлый год. Данная корректировка проведена Башкортостан в начале января 2020 года. При этом жителям порядка 5500 домов проведен возврат на сумму около миллиарда рублей. Жителям порядка 500 домов проведено до начисления на сумму около 70 миллионов рублей. От жителей данных домов поступило большое количество обращений, в связи с чем принято решение рабочей группы привести обход данных домов с целью фиксации работоспособности данных приборов учета общедумовых. В настоящее время ведется работа по проверке правильности самих начислений. Выявили ряд типовых ситуаций, которые привели к увеличению платы за отопление. По всем фактам, которые выявляем в ходе проверок, проводится индивидуальная работа с ресурсно-обжающими организациями. Но стоит сказать, что рабочая группа по контролю начислений платы за жилищно-коммунальные услуги займется изучением сложившейся негативной ситуации в республике. И как рассказали в госсобрании, они будут работать над тем, чтобы люди не получали квитанции, где счета завышены в несколько раз. Центральный банк назвал причину популярности индивидуальных инвестиционных счетов в Башкортостане. В 2019 году жители республики открыли втрое больше инвестсчетов, чем годом ранее. На положительную динамику объема средств, размещенных на этих счетах, повлиял в том числе рост финансовой грамотности. Так считает начальник Уральского главного управления Банка России Рустем Морданов. Своим мнением он поделился с РБК УФА в кулуарах 12-го Уральского форума информационная безопасность банковской сферы. Рустем Морданов согласился, что данный финансовый инструмент не является тривиальным для физических лиц. Но его цитата «финансовая грамотность растет, и мы видим это в том числе по уменьшению количества обращений обманутых клиентов кредитных организаций». Их число в прошлом году снизилось по сравнению с 2018 годом, чего давно не наблюдалось. Если брать в совокупности, в Башкортостане растут и средства на индивидуальных инвестиционных счетах. В то же время темпы роста вкладов одни из самых высоких, пояснил собеседник РБК УФА. Ну и как мы сообщали ранее, в 2019 году жители республики открыли 51 268 индивидуальных инвестиционных счетов, что почти втрое больше, чем в 2018. Федеральное правительство направило 25 миллионов рублей на развитие спорта в Башкортостане. Деньги предназначены на создание оздоровительных центров и оснащение спортивных объектов. Всего же регионам выделено 2 миллиарда рублей. Соседним с Башкортостаном, Татарстану и Оренбургской области также выделено 25 миллионов рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа наибольшие субсидии получили в Удмуртии, почти 100 миллионов. Самый же большой объем средств среди субъектов всей Федерации у Карачаева Черкесии и Мурманской области по 120 миллионов. В Башкортостане в 2020 году запланировано строительство 13 важных спортивных объектов. Возведение детской спортивной школы по гимнастике началось в Кировском районе Уфы. В Кармаскалах и Межгории приступили к работе над первыми из 16 запланированных в Республике Бассейнов. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на спорт объекты в Башкортостане выделено более 10 миллиардов рублей. Уфа принимает третий международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Сегодня на сцене Башкирского государственного театра. Опера и балета представят оперу «Аттила». Какая программа ожидают зрители, рассказали участники постановки на пресс-конференции. В этом году фестиваль посвящен творчеству Джузеппе Верди. Ведущие партии в спектакле исполнят оперный певец и художественный руководитель фестиваля Ильдара Абдразаков, российская оперная певица Вероника Джиоева, а также лауреат международных конкурсов Сергей Кайдалов и итальянский тенор Лучано Ганчи. За дирижерским пультом заслуженный артист Башкортостана Артем Макаров. Эмоции будут точно зашкаливать, потому что, во-первых, накал страстей настолько будет велик, будут два дебюта. То есть Вероника Джиоева и Сергей Кайдалов, которые никогда в своей жизни не пели эти партии. И вы первые будете, кто услышите их дебюты. А также итальянский тенор на нашей сцене, итальянской опере. Что еще может быть лучше, когда приедет из Рима Лучано Ганчи и подарит вам итальянскую любовь. Фестиваль Эльдара Абдразакова учрежден фондом поддержки молодых талантов. Как рассказала дирижер организации Марика Абдразакова, постановки в равных долях финансируют частные спонсоры, которые пожелали остаться инкогнито. И государство. 45% это поддержка Министерства культуры России, порядка 15% республики. Как сообщал РБК Уфаране, опера «Аттила» поставлена на средства гранта главы Башкортостана. 18 миллионов рублей. Постановка вошла в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска». Волнительно, потому что я первый раз в этой роли. Волнительно, что такой состав потрясающих певцов, и мне тоже хочется быть на уровне. И вообще, что можно сказать? Огромное спасибо Эльдару, что я здесь, что сейчас у меня есть такая роль благодаря Эльдару. И надеюсь, что я ни разу ее исполню. Открытие третьего международного фестиваля состоялось 15 февраля в Екатеринбурге. 21 числа произведение Джузеппе Верди услышат жители и гости Казани. Завершится фестиваль «Галла» концертом в Большом зале Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.